Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Сколько цветов и деревьев посадят в Самаре весной 2023 года? Какие новые элементы озеленения планируется создать в скверах и парках? Как уберечь растения от краж и вандализма? В нашей студии Леонид Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского круга Самара. Леонид Вячеславович, здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и давайте начнем вот с самого начала. Какие работы по озеленению Самары проводятся, уже начали проводиться весной 2023 года? Ну, на самом деле, работы по озеленению, они начинаются еще зимой, когда начинается высадка посадочного материала в теплицах. То есть идет посев семян, выращивание цветочной рассады. В этом году планируется высадить более полутора миллионов корней различных цветковых растений. И когда наступают благоприятные агротехнические сроки для высадки, непосредственно уже в сами сквер привозят эти рассады. Начинается оформление клумб городских, непосредственно высадка этой рассады в землю, как говорится, и дальнейший уход за ними. Ну, помимо цветковых растений, у нас также запланирована высадка и древесно-кустарниковых растений. То есть это и деревья, и кустарники. И где-то более тысячи единиц будет высажено только весной. И, кроме того, продолжена работа по мобильным и вертикальному озеленению городской среды. Ведь не секрет, что, допустим, дерево не всегда можно высадить в том месте, где это бы планировалось или хотелось. Потому что есть коммуникации, есть отсутствие, допустим, такой фактор, как отсутствие свободной земли для высадки этого дерева. И ряд других причин наличия плиточного покрытия, асфальтового покрытия. И в таких местах, основываясь на опыте озеленения крупных мегаполисов, как раз таким выходом является установка таких вазонов уже с крупномерными сформированными деревьями. То есть жители нашего города могут их видеть каждый год, и они выставляются на основных туристических, транспортных магистрали. В основном, центральная часть города, где, конечно, высадить дерево очень проблематично. А вот создание так называемой аллеи из таких вот туй, оно как бы создает определенный микроклимат и позволяет жителям находиться в благоприятных условиях во время перемещения по центральной улице. Ну, вообще, на самом деле, это и настроение создает очень хорошее. Потому что, когда ты идешь, и вокруг тебя красота, это, знаете, к вопросу иногда, вот я слышу такое мнение, вот зачем сажать много деревьев? Я, честно сказать, вот даже я мужчина, я этого не понимаю, потому что я считаю, что чем больше красоты вокруг нас, тем лучше, тем более, ну, достаточно сложная жизнь. Вот хочется, конечно, немножко радости. Ну, если вернуться именно вот к оформлению однолетниками, то здесь, конечно, большой фактор имеет то, что у нас грядут майские праздники, и есть видовые объекты, в том числе посвященные победе в Великой Отечественной войне, которые должны быть уже украшены к началу этих мероприятий. И здесь акцент делается на высадку именно уже горшечных растений, то есть это полностью сформированный цветок в стадии цветения, он высаживается уже непосредственно в клумбу, и это позволяет уже сразу придать клумбе эстетический вид и украсить тот объект, в который они высаживаются. Ну, и не надо забывать, что у нас осенью были высажены тюльпаны, где-то почти 2500 метров квадратных, которые вот-вот должны зацвести, и, наверное, это первые цветы, которые наши жители города увидят этой весной. Цветовая гамма абсолютно разнообразная, от классических алых и до практически черных сортов, поэтому каждый год мы над этим работаем, смотрим какие-то новые тенденции именно вот в луковичных растениях. Очень, как сказать так, понравились жителям махровые тюльпаны, то есть вот они такие прям как пионы, такие крупные, то есть не классического вида у них цветонос, а такой вот махровый, как пионы видные такие. И цветовая гамма, разумеется, каждый год тоже рассматривается, но опять же с учетом того объекта, на который они высаживаются, если необходимо какое-то строгое оформление, то есть какая-то там тематика, то там алые. И если что-то такое, объект более демократичного, скажем так, восприятия, там уже более пестрая гамма может быть. Я, кстати, вспомнил, вы сказали про тюльпаны, в том числе практически черные. Да. А если не ошибаюсь, у Зюма был такой роман «Черный тюльпан». Когда-то они были просто чрезвычайно чудовищно дорогие, то есть это был очень редкий цветок. А сейчас их вообще много, вот черных тюльпанов? Ну, можно, да, это определенный сорт, но черным назвать его, конечно, можно условно. Ну, понятно, что у него не как сапога. Это такая густая гамма фиолетового скорее, ну, уже такой уходящий в черный, да, то есть, ну, так визуально, да, он воспринимается как черный, но опять же он красиво смотрится в сочетании с какими-то другими цветами, там, с белым, там, еще с чем-то, то есть это надо смотреть. То есть не бывает такого, что прям вся кумба из черных тюльпанов. Ну, конечно, это слишком будет, будет достаточно печальное зрелище, но просто вот я сейчас вспомнил. Ну, такие вкрапления, как бы, они дают определенный такой вот… Ну, неожиданный такой взгляд, красивый. Вот вы сказали полтора миллиона корней, это огромная на самом деле цифра. Вот какие технические ресурсы будут выделены на все эти работы, потому что это очень тяжело. Ну, департаментом городского хозяйства заключен муниципальный контракт на проведение работ по содержанию и устройству зеленых насаждений на тех объектах, которые называются объектами общего пользования. То есть это скверы в основном, кроме того, у нас есть муниципальные предприятия «Самарская набережная» и «Мау-парки Самары», которые самостоятельно проводят озеленение своей территории. То есть там они также создают определенные клумбы, также высаживают цветы, в том числе и многолетники, которые… Сейчас тренд такой на то, что есть клумбы должны состоять не только из одних однолетников, но и должны быть на этом объекте озеленение и многолетние цветы. Но их минус в том, что, к сожалению, подобрать многолетники, которые непрерывно цвели бы в течение всего летнего сезона, достаточно проблематично. То есть они цветут определенный период, потом отцветают, и просто получается как бы вегетативная часть, лишенная цветов, и следующий как бы только зацветает. Поэтому именно вот сочетание многолетников и однолетников, оно как раз именно дает такую вот цветовую гамму, которая воспринимается более позитивно. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Сюжет касается как раз вот однолетних цветов, то есть тех цветов, которые вот мы каждый год видим, видим, их сажают. Давайте посмотрим. Сеять мы начинаем в декабре месяце. Это бегония, герань, чтобы получить цветущие растения к высадке. Семена мелкие приходится на снег сеять. Вот посеяли, закрыли стеклом. Дни через семь – сходы. Высаживая семена на рассаду, специалисты предприятий учитывают погодные условия. К примеру, если весна ранняя, то и посев должен производиться чуть раньше, чтобы к моменту высадки на клумбы цветы едва успели набрать бутоны. Тогда они дольше смогут украшать городские клумбы. На протяжении всего лета сотрудники спецремстроя зеленхоза поливают цветы, рахлят почву, убирают отцветшие бутоны. Есть и цветы, луковицы которых высаживают в клумбы в конце сезона. Самару украшают в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». Площадь цветников в этом году составит 38 тысяч квадратных метров. Своего выхода на сцену в теплицах муниципального предприятия ждут и хвойники. Туи украсят входные группы различных учреждений города. Самарцы говорят, наблюдать за преображением областной столицы всегда приятно, особенно когда речь идет о любимой прогулочной территории – набережной. Я могу сказать по набережной. Набережная, конечно, меняется очень здорово от года в год. И вот очень приятно было, когда немножко подальше прям клумбы с розами были. Прям очень красиво было. В принципе, город, да, зеленяется, гораздо чище становится. Это очень приятно. Конечно, ждем. Это всегда красиво, прекрасно, когда за городом ухаживают, когда появляются новые красивые клумбы, цветы. Это всегда радует. В этом году в честь юбилея Грушинского фестиваля, ему исполняется 50 лет, цветочными конструкциями и крупными туями украсят гостевой маршрут, железнодорожные и речной вокзалы – все центральные магистрали города, по которым гости поедут на Мострюковские озера. Анатолий Вячеславович, вот мы посмотрели сюжет, а сколько всего будет цветников в Самаре? Ну, как из сюжета было сказано, более 38 тысяч метров квадратных цветников. Это не только плоскостные цветники, но еще, вот как было в сюжете, элементы вертикального озеленения. То есть вот эти подвесные кашпо, определенные конструкции, куда высаживаются ампельные растения. Этот элемент очень активно используется при оформлении там и крупных магистралей, и туристических маршрутов, потому что, опять же, как говорится, не всегда везде вдоль проезжей части можно сделать полноценный плоскостный цветник, а вот именно подвесное кашпо с ампельными растениями очень хорошо туда вписывается. Вот, знаете, вопрос, который мне всегда был интересен. Как вы умудряетесь сделать так, чтобы цветы в некоторых местах, ну, скажем так, не очень благоприятных, я так мягко скажу, для цветов, чтобы они там жили, развивались и выживали? Потому что одно дело – цветы на набережной, где люди гуляют рядом Волгой, и вообще все хорошо, и другое дело – цветы, извините, на Московском шоссе, где выхлопные газы, где жарко и так далее, и так далее. Вот как это происходит? Ну, конечно, немаловажной является самопочву, в которой высаживаются цветы. То есть при закладке цветника обычно происходит выборка определенного своего грунта, то есть замена его на более плодородный. И, разумеется, необходимо проведение уходных работ. Ну, это в первую очередь полив, конечно. То есть ежедневно проводится, ну, по погодным условиям, конечно. То есть если идут дожди, то полив сокращается. А так в обычном режиме ежедневно осуществляется полив цветников специальным машинам, либо в некоторых скверах есть система автополива, что как бы у нас очень удобно. И на всех объектах, которые у нас по программе «Комфортная городская среда», в частности, благоустраиваются, там везде предусматривается автополив, потому что это тот элемент, который позволяет именно поддерживать элементы озеленения в том виде, в каком они должны быть. Без полива ничего не получится. Ну, одним словом, это человеческий фактор. То есть это просто относиться внимательно, тщательно работать, потому что поливать, насколько я помню, это надо после захода солнца или до захода солнца. Да, это утренние часы обычно. Но есть еще элемент такой, что подержать высадь это одно, но еще нужно сохранить, ну, как это сказать, непосредственно сами цветы, потому что есть и случаи вандализма, и выкапывания цветов. Конечно, у нас есть определенный резерв посадочного материала для восполнения вот этих вот, тех цветов, которые таким образом исчезают с нашей клумб. Но, тем не менее, хотелось бы как бы все-таки обратить внимание наших граждан, что это же все делается для их комфортного проживания в городе. И все-таки, если вы хотите у себя где-то на балконе иметь петунию или какое-то другое растение, ну, наверное, лучше пойти куда-то в то место, где они продаются, купить эту рассаду и высути себя на балконе, и жалеть в городской парк или сквер и выкапывать это там. Ну и это, скажем, надо напомнить, что это вообще-то статья уголовного кодекса. Ну да, ну не уголовное, административное правонарушение. Ну, в зависимости от размера. В зависимости от размера ущерба, да, это может быть квалифицироваться либо как административное правонарушение, либо как уголовное. То есть это касается не только цветов, это касается и самовольной вырубки зеленых насаждений, и хищения зеленых насаждений, потому что бывают случаи, например, что на некоторых объектах выкапываются и кустарники, те же розы, вот, например, или хвойники, то есть есть и такие факторы. Кстати, а много вообще, вот, большой объем воруют? Вот по ощущениям, по статистике? В основном воруют те, скажем так, виды, которые люди привыкли иметь у себя дома, например, герань, петуния, ну, как будто, если брать из того, что востребована эта категория граждан, часто исчезают с объектов именно вот хвойники небольшие, то есть какие-то кустарники, то, что как бы удобно их дать выкапывать. Ну, эти элементы, эти факты, они ежегодно являются. То есть это, в общем, такая есть статистика определенная. Да, да, и причем масштабы, скажем так, именно по цветковым растениям, они достаточно такие существенные. То есть, в принципе, это немало, то есть это не... Это немало, да, то есть, вот, например, герань, там, она регулярно у нас выкапывается, то есть иногда даже специалисты не успевают ее досаживать, и на второй день ее опять нет. Опять ее воруют? Да, да. Поэтому мы немножко уходим вот уже от таких видов цветковых растений, которые вот именно востребованы данной категорией жителей. А вот, на ваш взгляд, как вообще от этого отучить? Это что, только видеокамеры, наверное, чтобы вот показательно поймать вот этого воришку, потому что таким полноценным вором ты его не назовешь. Но воришки это однозначно показательно судить. Вот что еще-то? Ну, потому что, я честно сказать, вот призывать мы призываем, но, наверное, эти люди все для себя понимают. Ну, действительно, камеры это как вариант, но, к сожалению, не во всех у нас территориях есть они. Ну, а все-таки, наверное, проведение разъединительной работы все-таки, наверное, один из вариантов борьбы с этим. Потому что это иногда бывает и в ночные часы, и в утренние часы. То есть, если вы видите, что кто-то этим занимается, наверное, лучше сделать замечание и подойти и сказать, что так делать нельзя. Ну, да. Ну, нередко это бывает просто пенсионеры, поэтому вот. К сожалению, да. К сожалению, такое тоже есть. Вот надо тут, что есть, то есть. Да, я с вами согласен абсолютно. Кстати, вот в таком случае вопрос. Какие-то, может быть, новые виды растений стоит, ну, пытаться вводить, которые, вот, ну, вы правильно сказали, не так популярны. Может быть, не очень люди понимают, что с ними вообще делать, и, соответственно, они будут дольше жить в городе. Вы знаете, вот есть же, допустим, у нас и сейчас используется при отделении определенные виды растений, которые в комнате, ну, в комнатных условиях растения будут в принципе. Но... То есть, воровать смысла нет? Да, но, тем не менее, они являются объектом хищения, и люди, принося домой, пытаются вырастить как комнатные растения, но у них ничего не получается, потому что это растение не приспособлено для этих условий. Ну, просто увидели красивое, скажем так. Кто-то, кто-то там на даче пытается себе там что-то взять и высадить, сэкономив там, возможно, какие-то свои финансовые средства на покупку рассады. Ну, разные, наверное, мотивы людей. А сколько стоит? Кстати, можно купить у вас вот, ну, в городе Ленхозе прийти вот официально и сказать, ребят, мне так нравится герань, который вы высаживаете, дайте я вас куплю. Это вообще реально возможно? И сколько это стоит примерно? Вот один кустик-то. Просто, чтобы понимать вообще, о чем речь-то идет. Ну, если это какие-то там 50-100-150 рублей, ну, стоит ли мараться? Ну, информация о продукции, которую, скажем так, реализуют муниципальные предприятия специалисты разделенхоз, она у них размещена на сайте. В принципе, всегда можно позвонить, зайти и посмотреть. То есть, на самом деле, сам процесс продажи есть? Он существует, да. Там не только посадочные, вернее, не только цветковых растений касается, это есть и кустарниковые растения, и саженцы деревьев. Просто сейчас мы в рамках этой программы не будем рекламировать хозяйство. Ну, безусловно, но кому нужно, но кому нужно, пожалуйста, заходите на сайт, товарищи. Да, на сайт, или вы просто обращайтесь непосредственно на предприятие, там есть оранжерея, есть питомник, пожалуйста. Ну, я говорю, я повторю, вот стоит ли мараться вот из-за этого, и как бы себя плохо чувствовать, и заниматься тем, что может тебе потом кучу проблем, на самом деле, принести. Да, я совершенно согласен с вами. Вот какие новые элементы озеленения еще планируются в городе создавать? Про вертикальные вы рассказали? Ну, вертикальные озеленения, ту, и мы с вами обсудили, что вот этот элемент, это как бы продолжение уже идет у нас. Определенные виды цветковых растений вводятся у нас, вот в сюжете уже некоторые из них были названы, это и цвеолы, и биденс, и бегония ампельная, это как раз для вертикального озеленения, для элементов, и настурция канарская. То есть вот эти вот новые виды, каждый год, кстати, у нас какие-то новые виды растений вводятся, что-то остается на последующие годы, что-то, возможно, не очень удачно у нас использовалось, и на следующий год мы уже это не планируем. Были такие случаи, там, допустим, либелия пытались это растение вертикальные конструкции высаживать, но, к сожалению, вот внешний вид этого растения, скажем так, ожидали большего от него, поэтому вот сейчас вот уже перестали его использовать. Очень помимо цветковых растений, допустим, используются у нас и, скажем так, декоративно-лиственные растения, то есть не только одна питунья, но, допустим, и помея у нас высаживается в эти же кашпо, причем у них расцветка листьев может быть как чисто зеленого, с каким-то краплением белого, пестрого, и все это сочетание именно с цветковыми растениями, оно как бы вот создает определенную композицию. Поэтому мы каждый год об этом думаем. Я предлагаю сделать еще одну позу, давайте посмотрим еще один сюжет, он касается уже деревьев. В Самаре месячник по благоустройству уже подходит к экватору, чтобы город обрел по-настоящему летний вид, в работе участвуют и сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», специализирующегося на озеленении города. В Алексеевском питомнике Кенельского района на 40 гектарах, в четырех школах, так называют специалисты разновидности зеленых насаждений, растут несколько сотен тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Самые популярные – сосна, кедр, ели, туя, можжевельник, береза, тополь, ива, клен, каштан, дуб и ясень. Из всего этого многообразия создают также живые изгороди, цветущие и нецветущие композиции. Как только городская администрация сделает заказ на обновление территорий или посадку деревьев и кустарников для озеленения в общественных пространствах и на улицах Самары, в питомнике начинается горячая пора. Мы их выкапываем, привозим на площадку, здесь загружаем, а там на участках муниципальные заказы, там другие рабочие, они высаживают там согласно плану, в один день ничего не вывезешь. Там есть план, допустим, когда, сколько, сегодня, на другой день опять заказ, и так постепенно, пока весь контракт мы не сделаем. Первую посадку по восстановительному озеленению планируют на Воронежских озерах, несколько десятков деревьев, сосна, липа, рябина и около трех тысяч кустарника, кизильника. Следующий экологический десант высадится в парке Молодежный, там свое место займут почти 180 деревьев, сосна, липа, каштан, можжевельник и более 1700 кустов кизильника. В сквере 30-летие Победы посадят более 800 кустов роз и 900 кизильника на других городских объектах. В Ерикпарке появятся хвойные деревья и кустарники, в общей сложности более двух тысяч растений. Основной массив местных зеленых насаждений высокого качества, они максимально адаптированы к климатическим условиям. Высадка на городских территориях будет активно вестись после майских праздников и закончится эта работа в конце сентября. После высадки растений за ними продолжат ухаживать сотрудники спецремстройзеленхоза. При этом каждый год в Алексеевском питомнике высаживают новые растения, чтобы запас для озеленения города не иссякал. Леонид Вячеславович, мы посмотрели сюжет, уже касающийся деревьев. А вот на сколько лет в среднем? Я понимаю, что дерево-дерево роз, но тем не менее. Кустарник-кустарник роз. На сколько лет рассчитано разные деревья? Ну, рассчитано, наверное, не совсем... Правильно, да, не совсем профессиональный вопрос. Да, если мы говорим о сроке жизни дерева в городской среде, то, конечно, в городе дерево живет намного меньше, чем в лесу или где-то в природе, потому что ряд факторов на него влияет. То есть это и сложные климатические условия, все-таки асфальт, температурный режим совсем другой, влажность совсем другая, выхлопные газы и прочее, прочее. То есть дерево чаще подвергается различным заболеваниям, оседает тяжелые металлы, оседает пыль, содержащая определенные тоже включения, не совсем благоприятные для растений. И у дерева где-то порядка 25-30 лет, ну, средний срок жизни. Все, что больше, это считается уже великовозрастными деревьями, ну, именно для городской среды я имею в виду. Но здесь, опять же, все зависит от правильного ухода, потому что своевременная, например, санитарная обрезка пораженных, погибших ветвей, омолаживающая обрезка, которая позволяет стимулировать развитие новых побегов и стволов деревьев. Все это позволяет продлить жизнь тем деревьям, которые были высажены даже там и в 80-е, и в 70-е годы. Но, тем не менее, они свои функции выполняют. И, возможно, даже не всегда на месте этого дерева, высаженное там вот в конце прошлого века, возможно, высадить новый саженец, тем более, чтобы он дождался, пока он достигнет таких размеров. И вот именно такие виды обрезок, они продлевают жизнь. Ну, и, разумеется, высадка деревьев уже сформированных, то есть так называемые крупномерные деревья, они высаживаются с комом. Высота таких деревьев от 3 метров и выше. То есть, соответственно, уже высаживается сформированное дерево, и тем самым оно... Не надо ждать, пока из маленького саженца с оголенной корневой системы что-то там вырастет через сколько-то иное количество лет. Ну, опять же, агротехнические сроки высадки, они тоже у нас регламентированы. То есть, желательно это проводить до момента, когда уже начнется активное высокодвижение в саженцах, то есть распускаются почки и прочее. То есть, и на дерево саженец должен быть в спящем состоянии. В этом отношении, например, осенняя высадка, она более предпочтительная, чем весенняя, потому что приживаемость осенней высадки всегда выше, чем весенней, как правило. Есть определенный процент деревьев в стране, которые не приживаются, но обязательно, если, допустим, осенью были высажены саженцы, то на следующий год в рамках гарантийных обязательств идет осмотр всего, что было высажено. Есть определенный процент отпада, там не более 50%. Если все, что превышает этот естественный, скажем так, отпад неприживаемости, то это возмещается уже той организацией, которая продавила высадку в рамках гарантии. И, разумеется, саженец, он до приживаемости находится под контролем той организации, которая она высадила. Вот обязательно требование, оно прописано во всех муниципальных контрактах, которые мы заключаем на этот вид услуги. То есть недостаточно просто высадить дерево в лунку и на этом все как бы закончить, получить деньги и все. То есть необходимо, чтобы саженец прижился, чтобы у него были признаки жизни, жизнеспособности. То есть если мы говорим с вами про осеннюю посадку, то весной уже должны распуститься листья у него, то есть оно не должно высохнуть. То есть это говорит о том, что качественный посадочный материал был использован. То есть корневая система была нормальная, почки были заложены нормально, то есть дерево прижилось. Поэтому это очень важный такой элемент контроля. Не могу не задать вопрос, касающийся фонтанов, потому что это тоже касается, так сказать, вашего департамента, вашего ведомства. Вот как они будут работать в этом году? Ну, фонтаны уже начали свою работу. То есть пробный запуск был у нас 15 апреля. Практически все фонтаны у нас в городе 49, они прошли эти испытания. Сначала была проведена их расконсервация. Это было у нас еще вот в конце зимы, в начале лета. То есть все элементы, которые были убраны на зимнее хранение, они возвращены на свое место. Проведена их ревизия. Проведен где-то косметический ремонт каких-то элементов, там облицовки или чего-то, что там пришло в негодность за зиму. И 15 апреля был пробный запуск. Единственный у нас фонтан, который сейчас не работает, это у ДК «Современник». Но это связано там с тем, что там идут ремонтные работы в близлежащих территориях. И вот с этим связано. И мы надеемся, что у нас по завершении работ появится еще один фонтан у архива, то есть на площади памяти. То есть там сейчас заканчиваются работы по благоустройству этой территории, в том числе будет восстановлен фонтан, который там когда-то раньше был. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что все то, что вы говорите, все оно так и будет. Но, собственно говоря, я в этом уверен. И, знаете, самое главное, спасибо большое за ваш труд, потому что вы делаете наш город более комфортным для жизни, ну и более красивым и веселым, что тоже на самом деле очень важно. Спасибо вам. Спасибо. В нашей студии был Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству. И озеленению Департамента городского хозяйства, экологии, администрации городского округа Самара. Берегите наш город. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова